МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. Представители прокуратуры завершили проверку работы дорожных служб города и района в период снежной стихии. Мэр Азова посетил школу номер 13. Артисты ансамбля «Россияночка» приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многовластье в садоводческом товариществе Мичуринец-3 продолжается. Сегодня в редакцию поступила информация об избрании нового председателя. По данным членом правления товарищества, руководителем стал Александр Агаев. О дате его избрания неизвестно. Сам Александр Агаев сообщил, что тоже не готов сообщить эти данные, но ровно через неделю. Почал показать все документы. Прояснить ситуацию Андрея Вороны, который в конце прошлого года показывал решение суда, подтверждающий его полномочия председателя, не удалось. Андрей Иванович отказался от комментариев. Еще один участник борьбы за власть Юрий Засорин, который тоже называл себя руководителем Мичуринца-3, не выходит на связь. Система безопасности в азовских школах должна быть организована на более высоком уровне. В свете последних событий, убийство учителя географии, которое произошло в Москве, о профилактике преступлений должны думать в каждом учебном заведении. Информация об этом сегодня прозвучала во время визита мэра города Азова в школу номер 13. Мэр Азова Сергей Бездольный посетил сегодня школу номер 13 и оценил итоги работы нового оборудования, установленного после капитального ремонта. В образовательном учреждении полтора года назад появились специализированные классы для изучения иностранных языков, компьютерное оснащение, спортивные снаряды и система видеонаблюдения. Благодаря этой системе родители школьников получают информацию о посещаемости или успеваемости своих детей. Электронный журнал дает возможность контакта родителей и школы без участия детей. Ну мы знаем, все учились когда-то, все знаем, как можно где-то в дневник не записать, где-то там дети пытаются что-то не показать. А здесь родитель заходит и в режиме онлайн может определить не только какие отметки, но и то, что задали ребенку, на что нужно обратить внимание. В целом глава администрации города остался доволен техникой ее использования. По мнению директора школы Галины Черкесовой, наличие современного оборудования не гарантирует высокое качество образовательного процесса. Профессионализм учителя по-прежнему важен. Какое бы современное оборудование ни было, все зависит, конечно, от личности учителя. Именно от его компетентности, именно от его умения работать с этой техникой. Но мы делаем все для того, чтобы у нас были компетентные, они у нас есть, компетентные, грамотные профессионалы. Трагическое происшествие в одной из московских школ стало поводом задуматься об усовершенствовании системы безопасности в образовательных учреждениях. Я, как бы, теперь уже задумалась о решении вопроса по безопасности, непосредственно по безопасности 13-й школы. Нам немножечко легче, у нас есть видеонаблюдение, то есть у нас есть обзор всех рекреаций, всех кабинетов. Остается решить вопрос только вот с холом. И буду думать о том, как пропускную систему осуществить в школе. По словам мэра Азова Сергея Бездольного, российским школам стоит стремиться к европейским образовательным стандартам. Сегодняшний визит подтвердил, что при условии сохранения темпов развития образовательных учреждений эта перспектива вполне достижима. Лаура Иванова, Евгения Симакова, Александр Ростомин, Азов.Инфо. Сегодня знаковое событие в истории Азовского морского порта. 5 февраля свой день рождения отмечает экс-руководитель этого предприятия Петр Пинкин. Благодаря Петру Власовичу порт стал международным и из предприятия, существовавшего лишь номинально, превратился в крупнейший транспортный и грузовой узел. Сегодня исполнилось 80 лет азовчанину Петру Пинкину, которого можно с гордостью назвать человеком-пароходом. 60 лет – таков стаж службы Петра Власовича на флоте. Трудовой деятельность легендарный азовчанин продолжает и по сей день в качестве советника генерального директора морского порта нашего города. В 1954 году Петр Пинкин закончил Донскую речную техникум и начал службу на флоте. Прошел путь от рядового матроса до капитана корабля. Служил на судне адмирал Ушаков. С 1980 по 2008 годы Петр Власович занимал пост директора Азовского морского порта. За 8 лет трудовой деятельности оборот грузов возрос с 400 тысяч до почти 4 миллионов тонн. В 1994 году наш порт получил статус международного. Новые причалы, новые терминалы. Во многих городах мира наш город знают именно благодаря Азовскому морскому порту. Представители Азовской прокуратуры завершили проверку работы служб ЖКХ в период снежной стихии. По итогам были составлены протоколы об административных нарушениях. Более 200 жилых домов Азова, по данным надзорного ведомства, оказались в снежном плену. В Азовской прокуратуре завершена проверка работы сотрудников коммунальных служб, ответственных за уборку снега. Представители надзорного ведомства выявили ряд значительных нарушений. По результатам проведенных проверок Азовской международной прокуратуры возбуждено 5 дел в отношении должностного лица МБУ города Азова Чистый город и 5 дел об административном правонарушении предусмотрено статью 12.34 в отношении, 3 дела, прошу прощения, в отношении заместителя главы администрации Азовского района и 2 дела в отношении должностного лица ГУПРО Азовского ДРСУ. Большинство нарушений были зарегистрированы на территории Азовского района. Несмотря на регулярную работу снегоуборочной техники, трассы, подъезды к селам, хуторам были закрыты. Внутри населенных пунктов уборка снега также проводилась неудовлетворительно. В Азове ситуация не настолько серьезная. Тем не менее, у представителей прокуратуры есть значительные претензии к работе и предприятия Чистый город, и всех управляющих организаций. Во дворах более чем 200 жилых домов снег не был расчищен должным образом. На пересечении улицы Севастопольского, Севастопольская переулка, Черноморский, Севастополь, Черноморского, Кирова, на улице Кирова, Достоевского, вот прям был, вообще не было, нельзя было проехать. Про личные автомобили я вообще людей не говорю, потому что они были завалены абсолютно снегом. Но это было по улицам в центре города Азова в основном, в принципе, наверное, во всем Азове была эта проблема. Но конкретно при проведении проверок было выявлено более 200 квартирных домов. Материалы в отношении нарушителей будут рассмотрены на заседании административной комиссии города Азова. Руководители предприятий ЖКХ ожидают штрафные санкции. И тем не менее, работа коммунальных служб по итогам проверки не была удостоена резкой критики от представителей органов надзора. Небывалая для Азова и Азовского района снежная стихия все-таки отличается от привычной для нашей территории зимней погоды. Конечно, возможно, было бы, если бы больше единиц техники, с этим было справиться проще. Но и сказать, что не были готовы, так тоже нельзя, потому что работа, я видел, ну, я видел лично сам, как это все делалось. Но, в основном, работа очень большая, на самом деле, потому что стихия в этом году, ну, это небывалая что-то. Анастасия Дичко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. В феврале у предприятия топливно-энергетическая компания, которая осуществляет прием всех бытовых отходов города Азова, истекает срок действия лицензии. Прокуратели обеспокоены этим обстоятельством. Для продления разрешительных документов необходим ряд экспертиз. Если этого не произойдет, ежедневная работа по вывозу мусора из города может быть остановлена. Принимаются всевозможные меры, чтобы не допустить серьезных последствий. Я полагаю, что у ОТЭК имеется возможность к сроку истечения действия предыдущей лицензии получить новую. Директор предостережен, директор ОТЭК предостережен о недопустимости нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Приняты, в принципе, достаточно, полагаю, комплекс мер для того, чтобы предотвратить в городе Азове и Азовском районе коллапс, связанный с вывозом мусора. Артисты коллектива Азовской детской школы искусства «Россияночка» сегодня отправились на гастроли в город Сочи. Ансамбль народного танца примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Проводить танцоров пришли наши корреспонденты. Азовский ансамбль танца «Россияночка» сегодня отправился в Сочи. Коллектив представит донскую культуру на Олимпийских площадках. Мэр Азова Сергей Бездольный встретился с участниками коллектива, пожелал удачных выступлений и ярких впечатлений. «Россияночке» предстоит выступить на шести концертных площадках в Олимпийском Сочи. Очень важно, чтобы компонентом нашей программы именно служило донское казачество. То есть один номер мы везем казачий. Дальше мы везем многоликий русский танец «Калинка», всеми известный. И еще два номера – это «Сильнокос», который показывает быт нашего народа. И четвертый номер, который мы везем – это «Кзолотые горы». Показывают всю русскую душу. У ребят плотное расписание, но руководитель ансамбля Наталья Сердюк надеется, что артистам удастся поболеть за наших спортсменов. Но это не главное. Впечатления от огромного события, участниками которого станут ребята, сохранятся в их памяти на долгие годы. Увидеть ту обстановку Олимпиады очень важно для детей, очень важно для спортсменов. Потому что очень приятно, когда помогают прежде всего родные стены, помогает прежде всего культура наша. Поэтому я думаю, что мы создадим хорошую атмосферу на Олимпиаде и приедем с огромными-огромными эмоциями, которых хватит для новых красивых и потрясающих постановок. Будем надеяться, что такая поддержка поможет нашим спортсменам завоевать золотые медали домашней Олимпиады. Александр Истомин, Евгения Симакова, Азов-Инфо. В детской школе искусств состоялось собрание отчетного круга казаков городского казачьего общества «Азовская». На мероприятии обсудили итоги минувшего года. В целом военно-патриотическая работа признана удовлетворительной. Одним из вопросов была низкая заработная плата дружинников. Они наравне с полицейскими несут службу, рискуют своей жизнью, здоровьем, но заработная плата у них очень низкая. Поэтому было составлено письмо и направлено губернатору Ростовской области рассмотреть вопрос о повышении заработной платы дружинников. Мало того, что они еще и не своевременно получают. Вот, например, сейчас уже сегодня 5 февраля, а дружинники еще не получили заработную плату за декабрь 2013 года. Хотя заработная плата, я не скрываю, составляет у пеших дружинников от 7 до 8,5 тысяч, в зависимости от выслуги. То есть, представляете, да? Вторым пунктом у нас было составление письма президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по поводу возрождения Успенского соборного храма на его историческом месте. Это на 2014 год и на последующее время у нас главная задача. У нас обсуждался вопрос нашего севастопольского подразделения, которое к нам относится всевеликому войску Донскому и под нашим протекторатом, скажем так, находится. Опять же, они встали все, охраняли администрацию Севастополя. На въезде в Крым они остановили бандеровцев, не выдали им возможности туда никому въехать. Везде были погашены. То есть, казачество сегодня в Крыму и вообще на Украине сыграло определенную роль. И еще это не последние их шаги. Поэтому российское казачество, тем более, тоже готово встать на защиту законной власти, на защиту православия прежде всего. В этом году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Именно этому важному историческому событию будет посвящена работа азовских казаков в текущем году. Члены сообщества планируют поставить памятник казачанам, которые участвовали в масштабном противостоянии великих держав. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. 6 февраля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем минус 5, минус 7, ночью минус 11, минус 13 градусов. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха 94%. Уровень воды в реке Дон на 18 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 2 градуса. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон